Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Башмакова, канал Ваша Дача. И сегодня я вам хочу рассказать о таком прекрасном растении, как юка. Юка гигантская, или юка слоновая еще называют, но именно в комнатных условиях. Такая пальма, она похожа на пальму, но это ложная пальма, не пальма. В южных регионах она может расти и на свежем воздухе на улице, и тогда это будет большое такое довольно дерево. И человеку, не знающему, его даже сложно отличить именно от пальмы. Моя юка, уже моей юке уже 6 лет, и она у меня выросла не на солнце, хотя лучше ей было бы расти, конечно, на южном окошке, летом можно было от прямых лучей убирать. Моя юка выросла на западном окне. И, в принципе, она не была сильно вытянувшейся, сильно вытянулась моя юка за последние 3 недели, так как отопление включили, ну, довольно сильно, даже жарко в помещении, а юке бы и зимой желательно отдыхать. Ну, так как таких условий мы делать не можем, ну, приспосабливаемся как можем. Но, все равно это растение красивое, прекрасное, особенно его можно не только дома, оно хорошее и в офисе, потому что очень неприхотливое. Вот я сейчас подробно расскажу, как я вырастила это растение. Шесть лет назад мне подарили, вот, был стволик и три росточка. Три росточка небольших, такая компактненькая, красивенькие были росточки. За эти шесть лет моя юка видела только две пересадки. Первый раз не считается, когда просто пересадка при покупке. Потом в более больший горшочек немножко посадил и сразу вот такой вот, где-то шестилитровый горшок. И здесь она уже растет пять лет. И она все время красивая, все время зелененькая. Ну, в общем, она всегда радует глаз. И зимой, и летом. Недаром юка вечно зеленое растение, она даже и на улице вечно зеленое. Какой я грунт положила для юки? Грунт, неоперегной, земля и песок. Так универсальный грунт, как для рассады. За эти пять лет я ни разу свою юку не удобряла. Юка относится к семейству агавовых, и они не требуют особой почвы, не требуют. Главное условие, главное, которое в уходе для юки, это не перезаливать. Все, все остальное, как бы это растение растет согласно той освещенности, которую мы ей предоставляем. Если вдруг, бывают такие случаи, вот, что вдруг перезаливали, в чем это видно? Или будут желтеть листики, или может стволик стать немножко мягким. Ну, у меня был такой случай, что я уходила в отпуск и перезаливали мое растение. Так как оно растет у меня на работе, то есть не могу я все время за ним ухаживать. Ну, не сильно, видимо, перезаливали. Я его просто подпорочку ему сделала и просушила, не поливала буквально две недели, чтобы, ну, грибковые болезни, они сами погибают, если не поливать. Юка очень нетребовательна к влажности воздуха. То есть она спокойно растет при сухом воздухе. Ну, вот, вот, специально я не обрезала эти листики, которые травмировались. Эти листики стояли возле самой отопительной батареи. И вот кончики сохнут. Это означает, что влажность большая. Ой, влажность очень маленькая, и нужно, ну, как бы поднимать в этом помещении влажность, и желательно, конечно, отодвинуть. Но красоту можно навести просто срезав листик. Она прекрасно смотрится, то есть и незаметненько все это можно делать. Юку, чтобы она более-менее равномерно росла, ну, можно поворачивать в солнце. Она очень, ну, как, хорошо на это реагирует, но все равно, вот, не получается так, чтобы все одинаковые... Одинаково я ее крутила эти годы, но не получается, чтобы все одинаковые были ростки. Вот всегда какой-то один росточек отстает. Вот этот меньше. Ну, пока у меня высота окон позволяет, я ее оставлю здесь. Но хочу уже этой весной, именно по весне, лучше размножать. Хочу одну верхушечку срезать и посадить новую, буду новое растение заводить, юку. И вот, когда я посажу свою юку, я вам все расскажу, как я ее буду садить. Я ее, ей дам возможность вырасти вот до толстого ствола, до вот такого ствола. И потом срежу, и опять она должна быть, ну, примерно так она дает обычно, 2-3 росточка срезанной ствол. Насчет подкормок, ну, можно подкармливать юку именно удобрением для суккулентов. Ну, вот я ее не подкармливала, и прекрасно она растет. Ну, если вы хотите подкормить, если вы считаете, что ваша почва бедная и растение растет плохо, делать это надо только весной, в начале лета и не более двух раз. И вот какая особенность, зимой надо бы поставить поближе к окну. Если она прекрасно растет весной и летом, у меня на расстоянии от западного окна, и всегда была красавицей, то вот зима вот дает такие, ну, не очень хорошие результаты. Лучше бы иметь более прохладное помещение, специальное, но вот в офисе приходится так, охладить помещение нельзя. А вот свойства юки, ну, то, что стволики вот молодые могут размягчаться, не так, как до конца там уже загнивать, когда заболели, а вот когда мы поливаем, и вот они молодые, быстро очень растут, и размягчается стволик. Можно использовать для формирования, то есть дать ему немножечко, ну, как бы провиснуть. Кому как нравится. Вот моя юка растет вверх, но можно было, вот когда вот этот стволик был мягким, можно было, я его пару раз привязывала к опорам, когда он был мягенький, чтобы она, ну, не загнулась сильно. Можно его привязать так, как нам хочется, и сформировать в две стороны, и тогда она дольше продержится, не будет расти вверх, и дольше продержится на окошке. Ну, юка, конечно, это растение быстро растущее, и если вы хотите завести себе такой цветочек, то надо, конечно, рассчитывать, что это большое растение, или растение второго плана от окна будет дальше, но тогда нужны яркое освещение, то есть высокие окна, чтобы все-таки ей хватало света и зимой, и летом. Вот такое прекрасное, простое, неприхотливое растение, которое и для офиса, и для дома, еще существует такое мнение, что там, где растет юка, улучшается психологическая обстановка, у людей поднимается самооценка, уверенность в себе, может, это и легенда, но растение хорошее, и, возможно, такие результаты, возможно, она так и воздействует на нас. С вами была Татьяна Башмакова, до новых встреч! Продолжение следует...